Шприц-инъектор, сюда набирается наркоз, подбирается доза, подвес животного. Просто заряжается, вставляется, просто заряжается, в зависимости от дальности выстрела. На самом деле, чтобы вы понимали, это не стрельное оружие. Ого, метров 10-15. Нет, ну нужно же попасть. Собака, как мы знаем, друг человека. Но когда их становится много и они безнадзорные, то превращаются во врагов. Способ отлова при помощи шприца и наркоза не самый гуманный, но зато самый действенный. В Артемовском городском округе ситуация с бродячими животными долгое время оставалась критической. В городе даже был введен режим повышенной готовности. Из резервного фонда местного бюджета было выделено 1,4 млн рублей для заключения контракта на отлов и стерилизацию собак. С июня по декабрь 2021 года было по контрактам отловлено 125 собак. Вернулись на улицы города 103 собаки. Остальные собаки остались на территории приюта, либо были пристроены владельцам новым. К концу 2021 года количество обращений жителей по фактам нападения животных снизилось. Очевидно, сказались меры, предпринятые работниками пункта временного содержания животных. Стерилизация, вакцинация, вешается номерная бирка, заносится собака, создаются акты на каждую собаку. По мнению Ксении Кожевниковой, стерилизация – самый действенный способ избежать засилия бездомных собак на городских улицах и в подворотнях. А самое главное – ответственность человека перед обществом и с животными. Как эти собаки появились на улицах? Основная проблема – это частный сектор, люди, которые безответственно подходят к содержанию своих собак. Это бесконечные выставленные коробки со щенками в связи с тем, что часть людей просто не приветствует стерилизацию, не понимают, как это важно, и что это большой плюс для здоровья собаки в первую очередь. Вторая большая проблема – это самовыгульные собаки. Также это частный сектор, промзоны, стоянки, где собака содержится днем на цепи, на привязи, вечером добрые хозяева, так их назовем, отпускают их в случае нападения таких собак. А это чаще всего нападения на улицах – это самовыгульные собаки, которые, в принципе, не боятся людей. Вот с этим нужно очень работать. На данный момент в пункте временного содержания находится около 80 псов. Но в городе еще остается большое количество потенциально опасных собачьих стай. И места их постоянного обитания хорошо известны горожанам. В случае, если вы заметили агрессивное поведение безнадзорных друзей человека, просьба обратиться по телефону единой диспетчерской службы 4-25-39. Работа по регулированию численности животных на городских улицах будет продолжена. На очереди заключение очередного контракта на отлов безнадзорных собачек. К сожалению, не все жители приветствуют такие методы, тем самым препятствуют отлову, изоляции и стерилизации животных. Кто-то может просто проявить интерес и задать вопрос, кто-то налетает сразу в драку, ну а кто-то считает вообще возможным открыть, допустим, клетку. Оскорбления, угрозы и так далее. Ну, это, с этим приходится работать от людей. С людьми работать сложнее, чем с собаками. Съемочная группа телеканала «Лента» планирует в ближайшее время посетить пункт временного содержания животных и подготовить специальный репортаж о жизни братьев наших меньших за решеткой, но в безопасности. Александр Наточев, Гавриэль Филатов, Амир Зинатулин. Городские новости. Телеканал «Лента». Городские новости.